Друзья, всем привет! Вот так вот, с самого начала данного видео, врываемся с вами супер крутейшей новостью. Дело в том, что компания Asus анонсировала свою новенькую игровую портативную приставку, эдакий конкурент Steam Deck. И дело в том, что сделала компания это совершенно неожиданно и очень интересно. А все дело в том, что анонс состоялся, когда бы вы думали, 1 апреля. Все подумали, ну да, крутая шутка Asus, но не тут-то было. Компания официально подтвердила, что эта новость не 1 апрельская шутка. И Asus действительно работает над данным устройством. И вы знаете, примерно года два назад я, сидя здесь же, за этим столом рассказывал, как компания Valve анонсировала свою новую игровую портативную приставку Steam Deck. И почему-то именно тогда под тем видео очень много было комментариев о том, что да, это все неправда, никакая приставка в итоге не выйдет, проект заморозит, никому не нужна будет данная приставка. Но теперь уже спустя два года мы-то с вами знаем, чем стал Steam Deck. Во-первых, компания Valve сдержала свое обещание, хоть и не получилось запустить с первого раза, со второго, но все прошло гладко и идеально. И самое главное, что компания Valve сдержала обещание, и Steam Deck в базовой комплектации стоит 400 долларов. Здесь же приставка от компании Asus, она будет называться ROG Alley. Вы, наверное, заметили, что в названии у нас есть слово ROG, это аббревиатура Republic of Gamers. Компания выпускает игровые смартфоны, игровые ноутбуки под этим названием. Здесь совсем новое устройство, портативная игровая приставка. Ну давайте немножечко пробежимся по характеристикам. Дисплей здесь нам обещают 1920 на 1080 точек, то есть Full HD нормальное разрешение с частотой обновления 120 Гц. Соотношение сторон 16 к 9, как в принципе все современные мониторы. Яркость 500 кандел на квадратный метр. И если вот так вот внешне посмотреть в упор на данное устройство, то можно провести некоторые аналогии с приставкой Steam Deck. Приставка будущая от Asus, она в белом там цвете, у нее вот эти белые края. А вот сама вот эта панелька с дисплеем очень напоминает панельку от Steam Deck. Точно такие же примерно по толщине рамки. И что самое интересное, внутри, в сердце данной приставки будет находиться гибридный процессор от компании AMD. Какой-то Ryzen. Пока что не сообщается, но чем-то это также напоминает нам с вами о Steam Deck. И это очень круто, потому как с оптимизацией Steam Deck просто вот среди вот этих вот китайских собратьев просто нет равных. Хоть он и не такой мощный, как некоторые китайские собратья, но по FPS в играх он выигрывает во многих играх. По габаритам у нас размеры 280 на 113 на 39 миллиметров, а вес примерно 610 грамм. И на борту у нас будет с коробки Windows 11. Но здесь возможны какие-то изменения в дальнейшем. Возможно, компания Asus засотрудничает с компанией Valve, и там будет из коробки, например, Steam OS. Компания Valve уже не раз ее сотрудники, представители заверяли в том, что они не хотят быть конкурентами с производителями вот таких вот подобных устройств. Они хотят с ними дружить. Поэтому всем, даже в том числе китайским брендам, они предлагают оптимизировать их устройство для Steam OS. Я думаю, что и компании Asus поступит такое предложение, но здесь уже решение за самой компанией. Ну и еще данное устройство получит систему охлаждения с двумя вентиляторами, которая в процессе работы будет выдавать не более 20 дБ шума. Разработчики компании также отметили, что SSD и джойстики в ROG Alley легко заменяются. Однако в конструкции консоли Asus предусмотрен стандартный набор джойстиков и кнопок, а также дополнительные кнопки рядом с дисплеем для доступа к меню и настройкам. Ну что ж, друзья, как я и говорил вам уже в одном из своих видео после официального анонса Steam Deck'а, то, что лед тронется. И вот мы с вами дожили до этого момента. Похоже, лед тронулся. Это, наверное, первая не китайская компания, которая выпустит подобное устройство, а она его выпустит. Я думаю, что если бы это была первоапрельская шутка, компания не стала бы делать какие-то официальные заявления, а она стала их делать и сказала, что действительно такое устройство есть. Иначе это просто затянувшаяся шутка и потом просто компании никто уже не будет верить. Пошутили классно, но здесь есть официальное подтверждение. Поэтому устройство действительно есть. Устройство будет называться Asus Rock Ellie. Что думаете вы по поводу данной приставки? Предположите, сколько она будет стоить по вот этим, ну, мелким характеристикам на данный момент. Я думаю, что если выпускать, то приставка должна быть конкурентоспособной, в том числе и по деньгам с компанией Valve. Поэтому база не дороже приставки от компании Valve. 400 долларов минимум или максимум. Все это, как вы думаете, отпишите в комментариях к данному видео. Да и вообще, хотели бы вы вот такое вот устройство от еще одной большой корпорации, такой как Asus, на свои прилавки магазинов и купили бы вы себе данную приставку. А если у вас есть Steam Deck, хотели бы вы его поменять на приставку от компании Asus. В общем, все это отпишите в комментариях к данному видео. Ну, а я на этой ноте буду заканчивать данный ролик. Если он вам понравился, обязательно ставьте свои царские лайки. Также подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Zen канал, на мой Telegram канал и вступайте в мою группу ВКонтакте. А я с вами не прощаюсь, мы еще увидимся в интернете. Всем пока!